В России впервые выявили южноафриканский штамм коронавируса. Что это за штамм и чем он отличается от других в нашем следующем сюжете. Обнаружение южноафриканского штамма коронавируса вполне ожидаемое событие. И он рано или поздно должен был появиться у нас, как когда-то первый коронавирус. Серьезных отличий данный вариант коронавируса не имеет. Однако он действительно быстрее передается, но это не является чем-то ужасным. Это коронавирусная инфекция сама по себе, это не слишком заразная инфекция. И по заразности сопоставимо с обычным сезонным гриппом. Есть такое понятие, как репродуктивное число у вирусов. Это сколько новых заболевших заразит один болеющий человек. И вот при современной ситуации с ограничениями и совсем, один больной коронавирусной инфекцией заражает двух примерно человек. А если его заразность коронавируса повысилась на 50%, это означает, что заражает теперь не двух, а трех. Южноафриканский штамм впервые обнаружили на территории Южноафриканской республики. Поэтому дали такое название. Об обнаружении нового штамма коронавируса власти сообщили в конце прошлого года. По своим каким-то проявлениям именно патологическим, то есть по симптоматике вызываемого заболевания, эта инфекция новым штаммом ничем не отличается, по большому счету. К сожалению, действенных противовирусных препаратов на сегодняшний день, ни в России, ни на всей планете Земля в целом, не существует для коронавирусной инфекции. Поэтому, как и прежде, лечение будет только симптоматическое. Штаммов коронавируса известно уже огромное количество – более двухсот. На слуху всего лишь несколько – бразильский, южноафриканский, британский. Все они, скорее всего, как и южноафриканский штамм, рано или поздно окажутся в России. Елизавета Никитина, Виолетта Баса, Универньюс.